Небольшое поучение из беседы святителя Иоанна Тотовского. Евангелие от Матфея, 6 глава. Не можете служить Богу и мамоне. По мысли мы ужаснемся, что заставили мы сказать Христа, сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатство и его самовластное владычество предпочитать страху Божию? Итак, что же скажет кто-нибудь, если кто-нибудь, уже ли не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Абраам и Иоанн угодили Богу? Спросишь ты, не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иоанн был богат, но не служил мамоне, имел богатство и обладал им. Был господином его, а не рабом. Он пользовался им, как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственно отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетельствовал об этом, говоря, «Радовался ли я, что богатство мое было нелико?» Книга Иова, 31 глава. «Потому-то и когда лишился богатства, он не скорбел. Но ныне не таковы богатые, они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь богатству, овладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконним, и ни один из них не противится этим повелениям. И так, не мудрство излишне. Бог однажды и навсегда сказал, что служение богу и мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говоришь, что может быть соединено. Когда мамона велит посещать чужое, а бог повелевает отдавать и собственное имущество, когда бог повелевает вести жить целомудренную, а мамона жить блудно, когда мамона повелевает убиваться и присыщаться, а бог напротив обузывать шрево, когда бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а мамона прилипляться к ним, когда мамона заставляет удивляться мраморам, стенам и крышам, а бог все это презирать и почитать истинную мудрость. Как же ты говоришь, что служение богу и мамоне может быть соединено вместе? И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Матфея 6 глава. Видишь ли, как он опять, и при том гораздо сильнее, нежели прежде, обличает слушателей и показывает при том, что он не заповедует ничего трудного и неудобо исполнимого, подобно тому, как тогда, когда он говорил, если любите любящих вас, то ничего великого не делайте, и язычники тоже творят. 5 глава Евангелия от Матфея. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их молодушием. На этом обличении Христос, однако, не остановился, но после того, как тронул, пробудил, сильно укорил своих слушателей, с другой стороны, утешает их, говоря, «Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Не сказал «знает Бог», но знает Отец, чтобы таким образом возбудить в них большее упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и при том Отец всеведущий и попечительный, то не может Он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем Христос приводит и другое доказательство. Какое? Что вы имеете нужду во всем этом? Смысл этих слов его такой. Излишнее ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже и излишним не пренебрегает, не пренебрегает, как, например, красотой и цветами. А тут необходимое. Таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь мне, потому должно заботиться от пищи и одежды, что они нужны, то я напротив скажу, потому-то самому они необходимы, ты и не должен заботиться. Если бы они были и излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подает нужное. Аминь. Аминь.